Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Возвращаясь к выборам в Израиле, какие можно сделать выводы по результатам этих выборов? Да, тема интересная, и, конечно же, вы уже много про нее слышали от людей из Израиля, которые, разумеется, лучше ориентируются, чем я. Поэтому я немного с более, так скажем, привычного мне угла попробую взглянуть на случившееся, а именно взаимодействие победившего премьера Нетаньяху с республиканской партией и консервативным движением вообще, потому что это, я считаю, одно из его главных достижений в международной политике, конечно же. И благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. А что касается Нетаньяху, то, ну, вы помните, кто слушает нас постоянно, что я своим любимым премьером продолжаю называть Ицхака Шамира, конечно же. Но вот, хоть он для меня и образец израильского, да и не только израильского политика, такую вот тройку премьеров, прежде всего, представляющих правую партию, да, Херут, ныне Ликут, туда можно добавить, ну, даже не можно, а нужно, наверное, добавить Бегина, конечно же, и вот теперь точно совершенно Нетаньяху. Но в чем Нетаньяху, может быть, действительно даже превзошел и, конечно же, и Бегина, и столь высоко оценимого мной Шамира, это именно в его знании, и у этих знаний есть объяснение, как его еще, кто-то, может, уже знает, кто-то, может, сейчас узнает. У этих знаний есть объяснение, и тут все не на пустом месте, но Нетаньяху действительно, как дипломат и как человек, знающий, что такое консервативное движение, если не изнутри, то очень хорошо его себе представляющий, действительно их в чем-то обошел. Да, Бегин давным-давно, в конце 40-х, когда приезжал в Штаты, как еще глава Иргуна, и как позиционер, он был, конечно же, герой, его сравнивали с Вашингтоном в прессе, писали о том, что проводили аналогии, да, с Вашингтоном англичане, по мнению прессы, да, тогда пресса была такая, представьте себе, не изменились, а арабов сравнивали с индейскими агрессивными племенами, которых тогда британцы натравливали на американских поселенцев и сейчас на евреев, но были, конечно же, и недовольны среди более либеральных представителей еврейской диаспоры, но тем не менее, когда же совершился переворот, ну, переворот может быть не очень красивое слово, но я продолжаю считать тоже, что это вот движение вправо, которое мы связываем с Тейчер и Рейганом, и понятно почему, но во многом началось оно и в Израиле, где Бегин сломал в конце 70-х казавшуюся незыблемую монополию левых партию власти и стал предпринимать попытки либерализации экономики и всего, что с этим связано. Однако, вот, к сожалению, его все-таки отсутствие твердых и четких связей с американской политикой, оно ему помешало, потому что и многие американские сенаторы, даже бывшие весьма и весьма дружелюбно настроены к Израилю, тем не менее, боялись израильских правых, полагая, что те будут вести себя слишком агрессивно, многих пугала, например, готовность Бегина говорить не про пресловутые западные берега, про Иудею и Самарию, это все было. Плюс то, что Тейчер при всех своих достоинствах хранила верность британскому империализму и, конечно же, лидеров Иргуна и Лехи тоже побаивалась признать, что в той ситуации британский империализм ошибался, но ей все-таки не хватало, не знаю уж чего. Мы будем считать, патриотизм здесь брал верх над здравым смыслом в ее случае. И плюс еще то, что Бегин сначала столкнулся с Картером, а не с Рейганом, а когда появился Рейган, то и у них отношения не очень складывались, примешивались перестановки в кабинете, может, был бы Хейк, получилось бы, ну, как бы то ни было, не вышло. Увы, вот этого союза, который бы напрашивался Бегин, Тейчер, Рейган. У Шамира складывалось все немного лучше, потому что Шамир, он нашел свой способ, он очень тесно сдружился с Шульцем. И хотя у них тоже, конечно же, были разногласия, но друг о друге они отзывались очень и очень высоко на самом деле. И, как следствие, с Рейганом Шамир тоже сработался. И сам говорил, что если я кому-то доверяю, это Рейгану. И в своих мемуарах потом писал, что мы часто, у нас были разногласия, но я всегда знал, что если у Израиля будут проблемы, то я могу обратиться к американцам, к Рейгану, и они меня не подведут. И я остаюсь при этом мнении по сей день. Это из его мемуаров 92-го года, насколько я помню. Кстати, рекомендую. Ну, Шамир замечательный и книга замечательная. Но вот, однако же, и казавшиеся твердыми отношения Шамира, они были, увы, не очень долгосрочными. И как только Шульц, человек, который был жестким, но мог мыслить весьма и весьма широко, и Рейгана, который, в принципе, был к Израилю очень и очень хорошо настроен, как только их сменили в более бюрократические по характеру Буш и Бейкер, ну, вот здесь все уже, былые отношения, увы, зашатались. И хотя Шамир сохранял свои уважения к Соединенным Штатам, ну, естественно, с Бушем и Бейкером уже той, ну, не идиллией, конечно, но тех нормальных отношений, что были с Рейганом Шульцем, сохранить не удалось. И даже, хотя сменивший Тэтчер Джон Мейджор был уже куда более дружелюбно настроен по отношению, прежде всего, к Шамиру, но Мейджор – это не Тэтчер по ряду причин. И опять создать такой сильный право-консервативный альянс не удалось и Шамиру, при всех его многочисленных достоинствах. А Нитаньяху это получается. И то, что Нитаньяху, он, можно сказать, с детства так или иначе смотрел, как надо работать с американской политикой, и впитывал это, прежде всего, от своего отца, это сказывается. Дело в том, что один из самых интересных периодов, по моему мнению, в американской истории, в истории американской внешней политики, это действия сионистских активистов в конце 40-х годов. Потому что то, что Ибн Цион Нитаньяху был одним из лидеров тех самых активистов, там было их довольно много. Самые яркие личности – Ильяху Бен Харин, могу еще вспомнить, внутри штатов Рави, Наби, Хилл, Силвер. Задачей их было, конечно же, добиться признания Израиля, но через как можно больше поддержку в Конгрессе, в обеих палатах. При этом активисты, они очень точно рассчитали, что да, конечно же, надо принимать во внимание двухпартийную поддержку, но они особо, да, и демократов они, конечно же, привлекали под свои знамена тоже, но особым вниманием их пользовались республиканцы, потому что Нитаньяху и компания, они совершенно разумно видели, они понимали, как работает американская политика, и они совершенно разумно полагали, что республиканцы, вот поэтому с классическим американским принципом уединения идеализма и прагматизма будут, с одной стороны, заинтересованы в привлечении еврейских голосов, которые, казалось бы, полностью ушли демократам, с другой стороны, они будут заботчены тем, чтобы в послевоенных условиях создать крепкий антикоммунистический редут из своих настоящих союзников, и поддерживая этих союзников, тем не менее, избежать американского военного вмешательства на Ближнем Востоке в неизбежном конфликте с коммунистами, и плюс, конечно же, апелляция к сианинскому прошлому, действительно, к параллелям с американской историей, к иудео-христианским корням, все это было пущено в ход, и целый ряд республиканских сенаторов, конгрессменов, многие из которых потом стали основателями уже в 50-е годы консервативного движения, они полностью встали на сторону сионистов. Ну, самое, пожалуй, яркое – это Клэр Бутлюз, без которой и консервативное движение трудно себе представить, и республиканскую партию второй половины 20-го века, ну, и был еще очень колоритный персонаж, как Уильям Ленгер, который был, например, яростным защитником как раз бойцов Лехи, и Шамира он старался вытащить, когда того поймали, и бойцов, застреливших лорда Мойна, он до последнего добивался их освобождения. Поэтому то, что было сделано Нитаньяху и же с ним, повторюсь, это серьезное достижение, оно это и полностью себя оправдало для республиканцев, потому что те связи, которые были налажены тогда, они со временем все больше и больше стали проявляться, стали сказываться, стали выходить на первый план, и постепенно, да, республиканские контакты с Израилем, они демократические, ну, не сказать, чтобы совсем вытеснили, но сейчас это происходит, я думаю, не без того, что происходило в конце 40-х. Хотя, повторяюсь, изначально идея была двухпартийная поддержка, и разумеется. И Нитаньяху, я имею в виду нынешнего премьера, но он все это, естественно, слышал, видел, и довольно долго, как вы знаете, в Америке прожил. И в те годы как раз, когда, например, Шамир и Шульц налаживали свои контакты, Нитаньяху был послом в ООН, и тоже в этом их взаимодействии участвовал, был не последним человеком. И, например, когда возникла опасность отставки Шульца после разгара Ран-Контра, то он и Шамир как раз уговаривали Шульца ни в коем случае самому не уходить. То есть, да, все это происходило. И став уже премьером, потом уйдя чуть на второй план, но снова вернувшись, Нитаньяху эти связи с республиканцами и с консерваторами он сохранил. И его заодно боевое прошлое, его твердые позиции в ряде территориальных вопросов. И, конечно же, то, что при нем либерализация экономики и ее приватизация приобрели особый размах. Бегин это только начинал, а при Нитаньяху это уже стало достаточно повсеместно. То и подавно консерваторы, конечно же, американские видели в нем, в Нитаньяху я имею в виду, ну, практически, да, своего. Не думайте, что я тут пытаюсь проводить какие-то аналогии своего ставленника или что-то такое. Нет, именно союзника. В самом лучшем смысле этого слова. И более того, когда были безрадостные 8 лет, в которые лидером свободного мира, номинальным, попал человек, делавший все, чтобы эти свои обязанности свести к нулю и защищать своих противников, а не помогать союзникам. Я, к сожалению, про Барака Обама. Так вот, если почитать, я-то помню, это был, на самом деле, недавно совсем, что писали консервативные колумнисты, то они видели именно в Нитаньяху того человека, который, руководя вроде бы небольшой страной, но, тем не менее, страной с такой славной историей, страной, которая защищается от обилия врагов, и к нему добавилась еще и функция спасения мира, раз Обама этого не делает. Например, то знаменитое выступление Нитаньяху в Конгрессе, когда он пытался сорвать иранскую сделку, да, у него тогда не получилось, но теперь-то мы все знаем, что он был прав. Историк Лэри Швайкарт тогда написал, что в своем твиттере Господь снова послал евреев, чтобы спасти мир. Соуэлл, знаете, мы обоим к нему отношения, он написал в какой-то из своих колонок, что в нашей нынешней ситуации нам нужно поменять Обаму на Нитаньяху, но проблема в том, что израильтяне люди умные, Обама им не нужен. Поэтому Нитаньяху к нам не попадет в Штаты. Я повторяю эту цитату из Соуэлла. И более того, учитывая постоянное давление на себя со стороны администрации Обама, особенно в последнее время, Нитаньяху, тем не менее, держался, лавировал, точно выбирал, с кем ему контактировать, но при этом вроде бы не идя на прямой конфликт с президентом и компанией вокруг него, вроде Джона Керри. Так вот, Нитаньяху выдержал, и теперь выдержал и попытку Обамы его убрать, о чем тоже мы помним. И теперь это за победа его, конечно же, заслуженная, потому что даже хотя сейчас есть лидер свободного мира, который действительно таковым является, это Трамп, но Нитаньяху своей важной роли он ни в коем случае не утратил, и, пользуясь своими налаженными связями с Соединенными Штатами, с республиканцами, с консерваторами и с администрацией Трампа, тоже добивается уже успехов, прежде всего, дипломатических, и признание Иерусалима столицей, что все мы давно знали, но что теперь мы видим, и признание суверенитета над Голландами, что тоже было всем очевидно, но теперь именно про Нитаньяху это происходит. И что будет дальше, я не знаю, но мне хочется верить, что Иудея и Самария будут все-таки тоже признаны законной частью Израиля, потому как Иудея и Израиль, чтобы это были две разные страны, мне лично это непонятно. И уверен, что в дальнейшем это укрепление только будет происходить. Естественно, пока у власти остается Трамп, и республиканцы лишнее напоминание, что за них надо держаться. Что касается деятельности Нитаньяху вне вот этого отношений со Штатами, то и здесь тоже вы видите, и на Ближнем Востоке, ну, опять-таки об этом я не буду особенно акцентировать внимание, много знаете от экспертов внутри Израиля, отношения стали получше, и те же египтяне и саудовцы, они, видя опасность в Иране, о которой их предупреждали, в том числе и израильтяне, уже так, может, стиснув зубы, но с Израилем хотят быть поближе. Другие страны, более-таки, до того же региона, менее, может быть, известные, тоже не прочь с Израилем дружить. И вот этот вот союз, неожиданный, но положительный, Нитаньяху Болсонару, который тоже можно только приветствовать, и то, что на днях Болсонару заявил, теперь в Совете по правам человека Бразилия, перестает поддерживать Кубу, Венесуэлу и Иран, где ничего не знают о свободе, и идет в блоки со штатами Израиля, заявление серьезное, Австралия, пусть робко, но тоже начинает уже признавать, что да, и в Иерусалиме, пока, правда, только его часть, но, тем не менее, признают столицей, но уже ходят разговоры, что да, и посольство надо переносить, и уже тоже соответствующий офис, такой тренировочный, они открывают в Иерусалиме, на днях прошла информация, то есть, действительно, Нетаньяху это победитель, и его победа это показатель того, что правильные контакты, правильные связи в американской политической системе, и умение указывать, умение пользоваться, в хорошем смысле, и в этом нет абсолютно ничего плохого, знаете, Бакли, когда его упрекали в том, что он поддерживает Израиль, и что способствует тому, что американская политика следует израильским интересам, отвечал, ну а что такого, интересы у нас одинаковые с Израилем, я думаю, Бакли стоит в этом смысле лишний раз послушаться, так вот, умение Нетаньяху пользоваться единением вот этих вот взглядов и единением интересов, все это, конечно же, в его пользу, поэтому его победа, это победа не только вот яркого представителя две партии Ликут и замечательного израильтянина, но я считаю, консервативного движения вообще. Один минус такой, маленький, я все-таки, может быть, упомяну, что вот не видно человека, который бы пришел ему на смену, а, пожалуй, уже пора об этом думать, но надеюсь все-таки, что такой человек тоже появится, но здесь я, наверное, умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Ну, добавить тут к этому нечего, и перейдем к следующей теме, но прежде чем мы перейдем к следующей теме, вы уже, наверное, видели, я видел пост в соцсетях о том, что горит собор Парижской Богоматери, и кто-то написал, что он уже рухнул, по сути дела, это, конечно, трагедия, это одна из визитных карточек Парижа, то есть, наверное, можно сравнить с Эйфелевой башней, которую знают во всем мире, и, наверное, такое же количество людей знакомы с образом собора Парижской Богоматери. Это большая... Да, я согласен, я очень люблю Париж, хотя его в последние годы, конечно же, губят, но ладно, как бы то ни было, все-таки город это замечательный, и те из вас, кто был, надеюсь, со мной согласятся, кто не был, даже сейчас съездите. И, конечно же, это действительно ужасное, то, что там происходит, здание... Вы знаете, вроде бы о них слышал много, читал, там, в кино видел, но все равно, когда оказываешься рядом или внутри, это чувство совершенно особое, его трудно описать. И то, что если Париж действительно лишится теперь Ноттердама, это потеря для мировой культуры, пусть пафосно, но так оно и есть. Пытался сейчас найти фотографию на фоне собора, я, когда был в Париже, фотографировался, не смог найти. Надеюсь, что она не утеряна навсегда. Давайте примем, наверное, звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Иван, в предыдущей передаче корреспондент заявил, что Натиньягу никогда не обещал распространить статус голодских высот на Самарию и Иудею. Вы бы не могли подсказать, где и когда он все-таки это обещал, потому что вы это упомянули? Да, я вам точно не могу это назвать, но я это встречаю достаточно часто в новостях. Может быть, да, вам просто попробуйте тоже. Google поискать. Да, через поисковик. Точно я вам не могу назвать, но у меня вот абсолютно уверенность, что я это точно читал. И не со слов кого-то там, а именно как слова Натиньягу. И в любом случае, я считаю, что это делать надо. И если Натиньях такого и не говорил, хотя у меня все-таки уверенность, что он говорил, он должен это сказать, потому что иудеи и самаре должны быть частью Израиля. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, Иван. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Иван, с удовольствием. Слушаю ваши программы, получаю огромное удовольствие. Просто, знаете, приятно. Вот я хотел немножко добавить к тому, что вы рассказывали про Израиль. Отношения между премьер-министром Бегиным и Реганом действительно были очень непростые. Когда в 1981 году Израиль бомбил иракский нуклеорреактор, Соединенные Штаты Америки, конечно, президент Америки, наложили бета, эмбарго, и год не поставляли оружие. На что тот же премьер-министр Бегин выступает сразу в Кнефите, после этого эмбарго, сказал к нашему президенту, Регану, господин президент, мы вам не банановая республика, вы нам не будете диктовать, что нам нужно делать для нашей безопасности. Вот. А насчет Нитанияху, вы знаете, вы говорили про его отца, который, кстати, не так умер недавно, ему было больше ста лет, он преподавал в Корнелл университете, в очень престижном американском университете, но он же был всего лишь навсего секретарем у Жаботинского, Зева Жаботинского, лидера правого сионистского движения. И представляете, хотя бы будучи довольно очень образованным и так далее, в Израиле ему работу не нашли, потому что он был слишком в правом лагере. Представляете, даже вот такое было. И он до конца своей книги, говорю, работал в Корнелл университете в Соединенных Штатах Америки. Вообще-то, а Шамира Квибу, что вы говорили, она у меня есть давно, я купил ее. Я ее с удовольствием перечитываю, там есть много вещей, которые это вот. Ну, скажите, вот отношение израильских лидеров в тех времен, как Шамир Фомлехи, а этот, как его, Бегин, Иргун Свайлиуми, их отношение к англичанам, они же практически будучи премьер-министрами, почти полностью игнорировали Англию, даже при Маргаре Татчер. И знаете, такой маленький-маленький эпизод. На похоронах Садата Маргаре Татчер подошла к Бегину и говорит, в Египте, говорит, почему вы недавно пролетали на Данго, я вас пригласил на завтрак, но что Бегин, который обладал великолепным чувством, стал очень серьезным, а я, говорит, не был голодный. То есть они, потому что их головы англичане до войны независимости, они хотели их обоих и того и того повесить. Ну, крайне раскрыть, потому что это действительно очень интересный период израильской истории, так сказать. Ну, а вообще я говорю огромное вам спасибо за программу, я вас. Я не один с удовольствием вас слушаю. Спасибо, Иван. Да, спасибо вам большое. Очень хорошее дополнение. Да, я сам очень люблю эти периоды, хотя, да, они связаны с драматическими событиями, с жертвами, про Лехи, люди, которыми я восхищаюсь. Может быть, действительно как-нибудь посвящу или сегменты, или может даже целую передачу. И Лехи, и Иргуна, так как там есть о чем рассказать и о том, как им помогали в Америке. Кстати, что тоже тема интересная. И следующий его замок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте, Иван. У меня вообще-то говорят два вопроса. Значит, первый вопрос, начиная с Шамира. Вы знаете, при всем моем глубочайшем уважении к этой политической фигуре, он в свое время отдал Синай, который, в принципе, должен был принадлежать Израилю. И судя по тому, что не было заключено, например, мира с Сирией, а голландские высоты все равно остались у Израиля. Это было правильно. То есть, на мой взгляд, значит, земля, то есть, мир, как бы, только в ответ на отдачу земли, это неправильная была идея. Это первый вопрос, согласны вы с этим или нет. А второй у меня вопрос, это отношение с Китаем. Соединенные Штаты и Китай. Значит, в 70-х годах по инициативе Китая после десятилетия отсутствия отношений между Китаем и Соединенным Штатами они установили отношения. Никсон был приглашен, по-моему, в 70-м году. Короче говоря, благодаря вот этому сближению и в конечном счете значит, Советский Союз развалился еще и, по-моему, благодаря этому сближению, потому что Китай был против Советского Союза и вот это вот отношение Соединенные Штаты и Китай как бы подтолкнул в конечном счете Советский Союз тоже к распаду. Но была ли эта рокировка для Соединенных Штатов выгодна на самом деле? В конечном счете, на мой взгляд, посмотрите, что сейчас происходит, то есть благодаря этому Китай стал сверхдержавой на самом деле. Поэтому как вы считаете, вот эта рокировка была кому более выгодна в то время и сейчас тоже в исторической, так сказать, перспективе Китаю или Соединенным Штатам? Спасибо. Да, спасибо вам. Но еще раз повторюсь, что все-таки Синай отдал Бегин, а не Шамир. И более того, Шамир как раз его за это критиковал тогда, потому что он считал, что этого делать не надо было. И да, я тоже считаю, что давать Синай не стоило. Понятно, чего хотел Бегин, он хотел добиться безопасности для границ со стороны Египта, понятно, что на него было давление и понятно, что Садат как раз разыграл карты, признаем, гораздо лучше, чем Бегин, потому что он себя позиционировал как миротворец, которому мешает бывший боец Бегин и все такое и прочее. Но это был Бегин. А Шамир, повторюсь, его как раз за это решение критиковал и при Шамире отдано ничего не было. А так, да, это себя все же не оправдало, по моему мнению, и то, что отдавать Синай не стоило, ну, на мой взгляд, это бесспорно, на мой взгляд, повторюсь. С Китаем сложная штука, сколько я про него не читаю самых разных сторон, единого мнения нет и не будет. Понимаете, очень часто политики принимают решения, исходя из требований данного момента, но не могут контролировать то, что случится дальше. Когда Никсон шел на вот это самое открытие, то на тот момент это было разумно. Обстановка политическая в Штатах была не очень экономическое положение, в общем-то, тоже надо было заканчивать войну, и хотя Никсону удалось справиться более-менее и с экономическим положением, кстати говоря, тут даже не так давно были опубликованы интересные данные по безработице на определенный срок, так вот, наибольшего успеха добились как раз Трамп и Никсон, кстати, в решении этой проблемы в послевоенное время, ну, как бы то ни было, и добился, но ему необходимо было, конечно же, снять с себя вот эту какую-то какую-то часть давления, и потом, поэтому он пошел на контакт с Китаем, что дальше, скорее всего, у Никсона были бы свои планы, у человека там голова работала очень своеобразно, и, возможно, он бы добился куда более выгодных гарантий и для Тайваня, и для Штатов, но в результате получилось, да, что скорее выиграл все-таки Китай, потому что тоже, о чем я поговорю довольно часто и повторю снова, любой контакт цивилизованной страны Соединенных Штатов со страной тоталитарной или авторитарной, но это всегда успех страны тоталитарной или авторитарной, тут ничего не могу поделать, Другое дело, что все же Тайвань сохранить удалось, и это главное, а да, Советский Союз в конце концов развалился, поэтому где-то процентов на 50, а может и 75, но все же видимо действия Никсона себя оправдали, думаю так. Давайте в этом месте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok